Ребята, всем привет! Есть у меня вот такая вот здоровая панель приборов от машины Рено, и мне ее нужно отремонтировать. Я знаю болячки, уже в интернете прочел, и в принципе я могу это все исправить, но проблема в том, что я не могу это проверить. Если я просто подам 12 вольт вот так вот на столе, то у меня ничего не запустится. Для того, чтобы запустилось, мало просто запитать. Нужно еще от центрального блока управления отправить какую-то специальную команду по коншине, чтобы панель запустилась. То есть эмулировать работу двигателя, что якобы там обороты растут, якобы скорость растет. Ну вот должна быть какая-то эмуляция работы, только тогда она включится и начнет что-то показывать. А так как человек, хозяин машины, живет далеко, то, ну вы сами понимаете, гонять его сюда, далеко это километров 150-200, чтобы поставить панель и убедиться, что она не работает дальше, и он поедет обратно. Но это как бы, на мой взгляд, это неправильно. Хотя можно было позвонить, сказать, вот я сделал, приходи, я не уверен там, и ой, давай еще сделаю, давай еще. Короче, можно гонять так, но это не мой метод. Поэтому я купил за 17 или 18 долларов эмулятор CAN-шины. То есть он эмулирует работу двигателя, работу главного блока управления машины, и отправляет какие-то данные, которые эта панель будет ловить. И по идее, она должна включиться, запуститься, и все должно стать нормально. Это только по идее, и я даже пока не знаю, куда эту CAN-шину подключать, потому что у продавца написаны другие машины, другое Рено. Я его спросил, будет ли конкретно с моим Рено работать. Ну, не с моим, с тем, что мне дали. Он сказал, что будет, но он забыл уточнить, куда именно нужно подключать. Но я его еще спрошу, и сейчас я думаю, ну, я думал, что тут будут, конечно же, какие-то бумажки, или еще что-то, где будет написано, где плюс, где минус, где еще что-то. Ну да, написано, где 12 вольт, и написано, где CAN-L, и больше нифига не написано. Но, тем не менее, я думаю, что я могу сейчас запустить, запитать тут 12 вольт, и я увижу, что какой-то обмен осциллографом будет идти по вот этим вот проводам. Сразу вижу, что здесь стоит Атинька 2313, с этой стороны стоит МСП 2515. Ух ты, даже загорелся индикатор, и жрет она 23 мА. Честно говоря, я не знаю спецификации CAN-шины, я обязательно сейчас почитаю, перед тем, как разбираться вот с этой вот штукой более внимательно, более серьезно. Я почитаю, как оно там все работает, как данные передаются. Но пока просто подкину осциллограф, наверное, что-то должно выходить. Но, наверное, стоит подкидывать, наверное, относительно земли. Но я сейчас сначала так подкину. Наверное, там дифференциальный сигнал. То есть он высокочастотный, дифференциальный. Ну да, что-то вот тут гоняет. Знать бы еще, что это. Импульсы с периодом где-то 50 миллисекунд. Вот, нашел. То есть идет пачка импульсов, потом тишина. Причем пачка такая, идет на несколько секунд. Потом снова пачка импульсов. И снова тишина. И уже эту пачку импульсов мы, конечно же, вряд ли рассмотрим. Короче, единственное, что я из всего этого понял, что хватит заниматься ерундой. Нужно читать спецификацию. Понимать, как это все работает. Затем поднимать вот эти вот стеклянные изделия. И искать какую-то микросхему с маркировкой. Смотреть, куда она ведет. Чтобы точно знать, куда подводится вот эта вот кан-шина. Хотя, конечно же, предварительно в интернете посмотрю. Но я не думаю, что я найду. Потому что я находил информацию по другим. А конкретно по данному я не находил. Поэтому, конечно же, нужно все читать. И только потом заниматься практикой. А не наоборот. Ну, по крайней мере, вот в таких вот штуках. То, что вы будете что-то тыкать куда-то. Вы вряд ли до чего-то толкового дотыкаетесь. Ну, по крайней мере, мое мнение такое. Все, ребята, всем спасибо. Всем пока. Крепкого тебе здоровья. Не болей. И удачи. Ты ведь поставил лайк, правда? Молодец. Это очень помогает каналу развития. Для меня это самая большая благодарность. Подписывайся на канал. Жми на колокольчик. Будь здоров. Не болей. Удачи тебе. Пока.